Легион здесь, дорогие друзья! Всем привет, и сегодня мы с вами поиграем в убийство в Будапеште. Это новая игра от Бафф Студио, которая вышла прямо вот недавно сегодня, пару часов назад. Ну, для вас это, конечно, вчера, но не суть. Это у нас будет детектив, я так понимаю. И в чём суть сюжета, я, честно говоря, не представляю. Но давайте мы с вами посмотрим, что в этот раз сделали бафы, сделали ли они годноту, и будет ли нормальный перевод. Вот это самая главная проблема прошлых игр, что там был местами не совсем внятный перевод. Джон Тьюи. Личность не есть нечто готовое, а формируется всякий раз, когда человек выбирает, как ему поступить. Пролог. Чё-то вот тихо, музыки нету. А вот, звуки появились. Снежок. Человек. Так, секунду, скорость игры поменьше, чтобы текст у нас не убегал. Где я вообще нахожусь? Темнеет, а я не знаю, как отсюда выбраться. Походу в одиночку, да ещё и зимой опасное дело. Никогда так не делай. Подожди, а с кем я говорю? О, нет, соберись. Мне нужно... Свит шоколада прочитает государь. Норянджина? Ну, давайте лучше шоколадку съедим. Съели шоколадку. Я, кстати, бы тоже не отказался сейчас от шоколадки. Шоколад лучше всего снимает стресс. Ммм, вкусно. Что? Подожди, я что-то вижу! Девушка лежит. Девушка? Я... Она мертва? Живая. Эй, привет! Она без сознания. Это нехорошо. Сейчас мне нужно перенести её в безопасное место. Подожди. Кажется, я знаю, к чему всё идёт. Я спасу ей жизнь, и потом... Типа хэппи-энд и всё такое? Хе-хе-хе. Понятно, понятно. О чём ты там думаешь, дружище? Ну, конечно, я тоже тебя люблю. Эй, вы в порядке? Что? Вы спасательная команда, вы кто? Ну, на спасатели они не очень-то похожи. Скорее всего, это такие же люди, как и он. Кто вы? Мы тут, походу, как и вы. Похоже, что вы тоже потерялись. Мы только что встретились недалеко отсюда. А эта девушка с вами? Ээээ, нет. Я не знаю, кто она такая. Я только что нашёл её без сознания в снегу. Нужно перенести её в тёплое место. Понятно. Ну и погода. Фу, отвратительный день. Хуже не бывает. Эй, успокойся. Успокойся? Ты мне говоришь, успокоиться? Это ты меня в это втянул? Оф. Эти двое знакомы? Похоже, они вместе. Как бы то ни было, почему бы вам не пойти с нами? Будет лучше, чем одному. Слишком быстро. Хм. Ээээ, на плохих людей они не похожи. Что мне делать? Ну, раз они тоже потерялись, то... Я думаю, лучше пойти с ними. Ну и серьёзно, они не похожи на каких-то плохих людей. Тем более, что вот эти двое, они знакомы, и девушка ворчала на него, мол, типа, ты меня сюда затащил. Так что они явно не какие-то злодеи, они тоже такие же люди, как и мы. Поэтому мы пойдём с ними. Конечно, я пойду с вами. Хороший выбор. Кому-то придётся нести и девушку. Кто её понесёт? Ну, ты понеси. Я её понесу. Сердце плюс два очка. Отлично. Если устанешь, можем поменяться. Пойдём. Похоже, что мой выбор приводит меня всё ближе к девушке. Если я хочу, чтобы всё кончилось хорошо, мне нужно быть осторожнее в своих решениях. То есть, он её хочет добиться. И по итогу сюжета это можно будет сделать, да? Хе-хе-хе, окей. Некоторое время спустя. Вам не кажется, что мы ещё больше заблудились? Знак указывал именно в этом направлении. Я уверен, что скоро мы найдём дорогу. Отлично. А что если мы все умрём? Кто сказал, что мы умрём? Просто не останавливайся. Подождите, кажется, я что-то вижу. Похоже на здание. Убежище? Это, наверное, туалет. Но я не знаю, на что это похоже. Пускай будет убежище. Убежище. Давайте посмотрим. Через некоторое время. Ух ты, поверить не могу. Особняк. Особняк в европейском стиле? Что такое здание делает в горах? Где мы? Будапестгил. Будапестгил. И что-то на корейском. Будапештская улица? В Корее есть Будапештская улица? Интересная случайность. Но в Кан- есть еще и тегеранская улица кван жду есть еще улице да и нам я не знаю такие улицы это определенно было рассчитано на корейскую аудиторию больше ну в канале есть еще и тегеранская улица просто к сведению тегеран это столица ирана возможно она названа в честь 30 годовщина установления дипломатических отношений между кореей и венгрией ладно ладно хватит лекций что нам делать это место идеально подходит для сюжета фильма ужасов пойдем у нас нет выбора войдем мне этот нравится больше ответ это место идеально подходит для сюжета фильма ужасов пойдем ты о чем у меня до этого мурашки похоже не отставайте я скоро замерзну насмерть перед входной дверью в особняк ухты и вблизи смотрится еще шикарнее давайте кого-нибудь позовем есть кто дома такое лицо мужичка музыковые эффекта определенно стали лучше чем раньше чем могу вам помочь мы потерялись метели и у нас человек ранен нам нужна помощь неужели пожалуйста проходите хозяин сказал сегодня принимать потерявшихся спасибо стоп что хозяин сказал сегодня принимать потерявшихся это дворецкий нет блин уборщик жутковатый он группа заходит в особняк ухты роскошно надо же выглядит как особняк европейских королей несите девушку сюда что что случилось вы ее знаете можете оказать и первую помощь что случилось вы ее знаете ну может скорее всего он ее знает но он об этом нам конечно же не расскажет можете оказать и первую помощь к счастью у нас остановился врач хозяина я отнесу ее в лазарет а вы можете подождать в гостином зале он не ожидал увидеть девушку интересно почему наверное сейчас это не так важно но действительно но действительно группу идут гостиную есть тут кто здравствуйте извините вы тоже потерялись как и мы но может быть это хозяин поэтому лучше просто поздороваемся здравствуйте маска не ну конечно реакции на некоторых персах баф суде прям вообще шикарно прорисовывают например в романте холики очень прям годно прорисовывали джайму когда она то ли удивлялась то ли чё наделала прям у нее лицо в картину какую-то превращалась по моему то ли ван гога то ли кого типа картина крик я вот не помню чья это картина ох сейчас ощущать я безграмотным существом ладно неважно что тут скелет да да скелет в смысле человеческий конечно я человек а вы что думали что я привидение какое-то извините с таким освещением тут ничего не разглядеть ничего страшного не стойте на ногах проходите присаживайтесь группа садится на диван похоже вы прибыли как раз во время как и я тоже потерялись да я заблудился метели и набрел на это место ну я рад что вы здесь не так неловко как сидеть одному у меня не было выбора и пришлось зайти но у меня такое ощущение что я навязываюсь вы думаете нам разрешат тут переночевать они скорее всего и хотели предложить нам остаться тут на ночь как можно выгонять людей на улицу в такую погоду скоро узнаем можно заодно и познакомиться меня зовут кенджо я служил в армии около 30 лет теперь я в отставке иногда хожу в походы если подумать мы ведь тоже не представились и я джей джей ли у меня свой бизнес похоже что мы рассказываем про свою работу меня зовут дуэл ко меня зовут дуэл ко я пока ищу работу я лулу канг я готовлюсь поступить на государственную службу меня зовут алекс ча я свободный композитор похоже что ни у кого нет постоянной работы и мы все потерялись в горах символично учитывая нынешние неспокойные времена о чем это ты стабильная работа разве это важно я и так отлично зарабатываю своими умениями если бы я не тратил все деньги на нее то у меня уже было бы несколько домов что интересная пара вы двое вместе вы наверное отправились в поход на свидание ну такое все свидания конечно вы двое вместе да мы пара и мы чуть не погибли вместе эй что мы сегодня чуть не умерли откуда мне было знать что сегодня будет такой снегопад ну по крайней мере мы добрались сюда изнутри он кажется еще больше и вправду похоже на особняк европейских королей да я думал что у меня галлюцинации когда я его увидел интересно чем занимается его хозяин может он супергерой как бэтмен мне кажется этот человек с кучей секретов ну давайте не будем подозрительными и просто будем отвечать по рофлу почему собственно нет может он супергерой как бэтмен дом дворецкий похоже на альфреда этому дому место либо в ужастике либо в истории про супергероя в таких местах проводят разные секретные эксперименты владелец наверное безумный ученый если бы здесь проводили секретные эксперименты то никто бы нас не впустил глупец они нас пустили чтобы ставить эксперименты на нас ха 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 какая вы смешная девушка мне тоже нравятся триллеры похоже что они расслабились это хорошо но я беспокоюсь о девушке без сознания интересно что случилось с девушкой без сознания я беспокоюсь о девушке без сознания ну так ну я не думаю что с ней сделали что-то плохое хотя она явно сбежала отсюда бежала бежала потеряла сознание мы ее нашли вернули обратно но это еще не точно это еще не точно поэтому интересно что же с ней случилось дыхание у нее было в порядке так что она наверное скоро очнется с вами есть еще кто-то да мы нашли с некую девушку без сознания и принесли ее сюда дворецкий отнес ее к врачу хозяина дома вот видите здесь даже врач есть владелец дома точно не простой человек мне теперь еще интереснее узнать что это за место почему бы нам не осмотреться пока мы ждем так 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 сейчас секунду ребят секундочку пожалуйста я просто слежу за таймером потому что серию затягивать не надо потому что у нас обзорная серия и слишком длинно ее делать не стоит мне кажется это не очень хорошая идея только если нас никто не увидит осмотреться осмотреться значит да мне кажется это не очень хорошая идея только если нас никто не увидит ну типа плохой идея не знаю можно ли это считать или нет потому что это просто дом пока что ну я не думаю что конечно хозяин дома будет согласен с нашей идеей осмотреть его хату но давайте если только никто нас не увидит нет о а ты оказывается разумный человек а что насчет остальных я за мне тоже стало интересно отлично хм я от этого не в восторге но я пойду с вами через некоторое время здесь слишком тихо и света мало украинского ой так жутко как будто это дом с привидениями ну вот зачем ты потащила нас осматриваться что это за картина ха 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 я не знаю что это за картина но я ее хочу повешу к себе в комнату Что это? Хм, портрет слепых мышей? Он совсем не подходит к такому дому. Он предотвращает убийство в будущем. А, он предвещает убийство в будущем. Он отражает путь человека к самопознанию. Ээээ. Ну, на самопознание не похоже. И на убийство он тоже не предвещает. Чё-то как-то... Ну, не знаю. Я не знаю, что здесь отвечать. Ну, давайте ответим вот так. Он предвещает убийство в будущем. Прекрати быть таким странным. А, это из английской детской песенки «Три слепые мыши». Три слепые мыши? Это песня? Она в Корее не популярна, потому что на английском. Но в других местах её знают. Ты не знаешь, о чём говоришь. У нас в стране её знают как песню в песнях Гатты Кристи «Мышеловка». Мышеловка? Я её читал когда-то давно. Теперь вспомнил. Да, там была какая-то детская песня. Значит, это «Три слепые мыши». Понятно. В книге после каждого убийства кто-то поёт или играет эту песню. «Три слепые мыши, три слепые мыши». Смотрите, как они бегут, смотрите, как они бегут. Они все побежали за женой фермера, который отрубил им хвосты кухонным ножом. Что? А это кто? Лулу, осторожней. Эээ, Лулу сзади. Эээ, Лулу сзади. Сзади? Какая-то бабка. Я не знаю, это, по-моему... Знаете, это вот похоже вроде и на детектив в одно время, но в другое время это, видимо, какая-то рофл-игра. Кто эта женщина? Она хозяйка дома? И мне больше кажется, что это рофл-игра, нежели прям детектив полноценный. Но меня это устраивает на самом деле. Что вы тут делаете? Извините, это такой великолепный дом. И извините, эта девушка заставила нас пойти осмотреться. Ну, мы не стукачи. Поэтому просто скажем вот так. Не стоит вам тут шнырять. Это не гостиница, а частное владение. Простите, вы хозяйка дома? Нет, я домоправительница. Я провожу вас в ваши комнаты. Следуйте за мной. Дворецкий еще домоправительница? Даже она выглядит жутко. Идти за домовладительницей на второй этаж. Пожалуйста, располагайтесь в комнатах на этой стороне коридора. Вы можете оставаться здесь, пока не сможете спуститься с горы. А пока вы здесь, сможете пользоваться библиотекой на втором этаже. Но вы должны запомнить одну вещь. А вот какую вещь мы должны сами запомнить, мы узнаем уже в следующей серии. Итак, что я могу сказать? Рисовка, конечно, ну, на любителя. Поэтому я по ней ничего такого говорить не буду. Но лично мне она не совсем нравится. Потому что, ну, я не люблю подобные рисовки. Вот, например, не совсем герой, романтик-холик, в офисе, варга. Семь дней. Вот так вот рисовка мне очень даже нравилась. Ну, а здесь, ну, такое. Что касаемо игры. Пока что, пока что, я вижу в ней какую-то рофл игру. На всякие вот эти вот детективы, где, ну, допустим, убийство в Восточном Экспрессе. Или нет. Нет, по-моему, к ней это отнести нельзя. Хотя, если мне не изменяет память о фильме, если, конечно, это именно он, то, в принципе, это похоже. Ну, типа, определенная группа людей попадает в какое-то определенное место, например, в особняк, в поезд, еще куда-нибудь. И по одному они начинают умирать. И надо узнать, кто убийц, и остановить его. Вот, это, скорее всего, рофл пародия вот на подобные фильмы, игры и рассказы, в принципе. И меня это даже очень устраивает. Потому что я люблю всякие такие пародийные штуки. Прям дико люблю. И поэтому игру мы с вами по-любому будем проходить дальше. И я надеюсь, что вы разделите мое желание проходить ее дальше. Ну, а пока что, если вам понравился ролик, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, которые я все вижу, читаю, лайкаю. И, конечно же, на них отвечаю. Но также не забывайте подписываться на этот канал, если вы до сих пор этого не сделали. Включать колокольчик. Ну, и подписывайтесь на мой второй канал, ссылка есть в описании. Присоединяйтесь к моему дискорд каналу и в группе ВК. Все ссылки все так же есть в описании под этим роликом. Ну, а на этом все. Здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok